Первая встреча с логопедом ожидает пришедшего к нам ребенка на этапе входной логопедической диагностики, в ходе которой логопед непосредственно знакомится с ребенком, выясняет уровень его актуального развития на момент встречи, уровень его речевого развития, беседует с родителями, собирает анонистические данные о том, как протекало речевое развитие ребенка с самого рождения. Бывают ситуации, когда мы не рекомендуем изучение иностранного языка в дошкольном возрасте. Например, когда в возрасте трех лет ребенок не использует фразу в своей свободной разговорной речи, избегает контакта со взрослым или у него имеются выраженные системные нарушения речи. В таком случае мы даем рекомендации каждому ребенку и просим прийти его на следующую встречу спустя несколько месяцев, чтобы отследить динамику речевого развития и сделать определенные выводы. Далее логопед встречается с ребенком непосредственно тогда, когда он уже посещает наше учреждение. Проводится этап глубокой логопедической диагностики, на которой логопед подробно изучает речи ребенка со всех сторон и выясняет уровень развития всей языковой системы в целом, а именно на уровне фонетики и фонематики, лексики, грамматики и связанной речи в целом. По итогам глубокой логопедической диагностики выявляется собственно группа детей, нуждающихся в коррекционно развивающей работе. После этой диагностики обязательно назначается очередная встреча с родителями, и только после этой встречи дети начинают заниматься с логопедом. Все занятия происходят в индивидуальной форме, либо в форме малых подгрупп. Занятия очень увлекательны и интересны, насыщены различными упражнениями и игровыми моментами. Немаловажным моментом является выполнение домашних заданий. В конце каждой учебной недели логопед дает своему ученику специально подобранное индивидуальное задание, в которое будет включено закрепление тех навыков, специальная подборка упражнений, на закрепление тех навыков, которые ребенок получил за определенное время. От выполнения домашних заданий зависит и качество, и продолжительность, и успех логопедической работы в целом. Занятия с логопедом всегда очень нравятся и интересны детям. Они всегда бегут на них с удовольствием. А занятия с логопедом в английском детском саду – это еще и залог правильной организации билингвального развития в целом. Продолжение следует...